Приветствую вас, Татьяна, и вы не задали свой вопрос. Не совсем в данном случае понятно, с чего вы хотите от психолога, какой вопрос хотите решить, какую проблематику хотите подкорректировать. Соответственно, это то, что вы не задаёте свой вопрос, создаёт некий плацдарм для того, чтобы возникали какие-то недопонимания и непонятки. Ситуация, которую вы описываете, то, как она может выглядеть для нас, психологов, с точки зрения наших профессиональных взглядов и философии, может быть вам неприятно. И может восприниматься в какой-то степени как подтверждение того, что вы сказали, сказала ваша дочь. Поэтому хотелось бы заранее предупредить вас о том, что постарайтесь обращать внимание не на первичную реакцию, которая может возникнуть, а на более глубокие чувства, более глубокие переживания. Итак, то, что вы описываете является историей про то, что вы, на мой взгляд, стараетесь жить для... ну, не для себя. То есть... То есть идея здесь в том, что вы живёте как бы не для себя, вы живёте как бы для дочери, ну, в данном случае. Вот. Идея, по крайней мере, моя такая пока. И, естественно, что вам может быть неприятно. То, что дочь вот, условно говоря, не ценит то, например, что вы для неё старались сделать. Здесь момент в том, что когда человек с собой жертвует, он всегда ждёт, что ему это как компенсировать. Но, на деле, получается, как правило, что не только компенсации получается увидеть, но и не получается видеть даже какого-то понимания. Потому что вы ведь жертвуете собой. Ведь можно одно и то же делать по-разному. нужно делать что-то для своих близких, потому что вы по-другому не можете, потому что такая ваша природа, например. А можете вы делать что-то для своих близких из такой вот, из такого чувства, может быть, чувства жертвуете, может быть, чувства, что вы должны, что по-другому нельзя. И вы сами себе вполне можете не разрешить, не разрешать жить не для себя. Вот. Вы сами можете запрещать себе жить не для себя. И позволять себе жить только для дочери, например. Но неудовлетворенность ваша, но неудовлетворенность ваша растёт. И обида, которую вы чувствуете в ответ на слова дочери, которые могли быть, могли быть, в принципе, сказаны даже в совсем другом контексте. Но в том контексте, в каком вы подумали. Может быть, дочь была очень простроена или обижена. Вот. Может у неё трудности какие-то были. Но ваша обида это всё же про то, что вы неудовлетворены, про то, что вы хотите и ждёте того, чтобы вас оценили. Хотите и ждёте того, чтобы вас, может быть, как-то заметили. Похвалили и так далее. Вот. А самое главное, что вы чувствуете себя, ну как бы вот положивший на алтарь свою жизнь ради дочери. Понимаете? Иными словами, вы в своём выборе были неслаборны, когда воспитывали дочерей. И вы можете сказать, ну как я могу быть слаборной, это же моя обязанность, я уже женат. Да, всё верно. В матере можно быть разным. Можно быть несколько отстранённой матерью. Несколько эгоистичной матерью. Но оставаться собой. Можно быть чрезмерно заботливой и опекающей матерью. Но в этом собой не быть. И быть несчастным. И обязательно делать несчастными своих детей. Ведь таким поведением вы научаете их принести себя в жертву. Таким поведением вы демонстрируете, что близкие люди это тягость, это тяжело, это страшно, это больно. Это, ну, я не знаю, насколько, насколько неприятно, да, то есть тут уже, наверное, могут быть какие-то, ну, различия, да, тут уже могут быть какие-то вот, ну, разные взгляды, да. Вот. Но в целом вот эта позиция, которую вы транслируете, она вот в большей степени выглядит, ну, вот, к сожалению, так. Вот. Это те идеи, которые вы транслируете своим детям, своим детям. А дети это чувствуют, они чувствуют, что их личные границы, условно говоря, подавляются к какой-то степени, да, они чувствуют наличие инвазии. То есть вторжение, они чувствуют наличие проектов и защищаются. Вот. Защит происходит вот таким образом. То есть через отстранение, через самоотверждение. Вот. Понимаете, это свидетельствует о том, что в ваших отношениях недостаточно искренности, недостаточно тепла, недостаточно любви, заботы. Вот. Есть обязанности. Обязанности, да. Обязанности есть. Обязанности, например, по, ну, по обеспечению, там, к примеру, там, по обеспечению базовых потребностей человека, допустим, да. Такие обязанности присутствуют. Это правда. Это правда. Такие обязанности действительно есть. Ну, мне кажется, мне кажется, что вот если задать вопрос, ну, если вам, вот если вы сами себе, да, зададите вопрос, насколько искренне это все происходит между вами детьми. Да, может быть, вы, ну, ранее думали, что это искренно. Вот. Может быть. Сейчас вы увидели, что все не совсем так, как вы, ну, думали, как вы предполагали. Сейчас вы увидели, что все несколько иначе. Нет. По-другому, скажем так. Ну, вот. И это, конечно, неприятно. Вот. Неприятно видеть, увеличивать и чувствовать подобное. Но, вместе с тем, это, это и повод для того, чтобы, на мой взгляд, обновить отношения, обновить взаимодействия Важные и ваших дочерей. Рассказать им, я имею ввиду, своих, своим детям о том, что вы чувствуете о том, что вам хотелось бы, о том, что для вас важно. Вот. Понимаете? А, не. Вот. Может быть, просто обижаться, как вы это делаете. Сейчас, конечно, это, ну, абсолютно ни к чему не приведет подобное. Вот. Следующий момент обида — это то, чего вы ждете. То есть вы ждете от детей, ну, например, благодарности, допустим. За то, что вы их воспитывали. Может быть. А, ну, дите впитывают такое отношение к родителю, которое у него к себе. Иными словами, если вы не привыкли, если вы не привыкли ценить себя, да, сами, вот если вы не привыкли сами себя ценить, то, видите, хотите вас ценить, ну, так же не будут, потому что им неоткуда взять этот вот ресурс, чтобы ценить, они ведь могут этому научиться только у вас, а если вы обижаетесь, когда ребёнок, вот, говорит о своей важности, если вас это обижает, обижают настолько, что вы не хотите видеть человека, то я полагаю, что вы не научили своих детей уважать себя, потому что вы не оцените себя же, вот, мы предполагаем, что нужно потом приносить себя в жертву, вот. Какая-то вот такая история, какой-то такой ответ, я надеюсь, что вам это было полезно, вот, я бы, наверное, в первую очередь обратил бы, ну, внимание, внимание на ваши личные границы, личные границы, вот, ну, в первую очередь, поработал бы с личными границами именно, вот, и научился, бы, допустим, вас отделять себя от, допустим, другого человека, себя от детей, как бы, может быть, странно для вас это не звучало, да, вот. Это то, что я могу вам сейчас сказать. На этом все. Удачи вам, всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой.